Здравствуйте. Мы это сделали. Госдума единогласно приняла антисодомский законопроект под истеричные вопли Блинкина из Госдепа. И дело не в юридических неточностях и недочетах, на которые мы уже обращали внимание. С применением мы потом как-нибудь разберемся. Дело в самом факте, в самой политической декларации. Так Россия по-прежнему остается в ВОЗ, то есть в той самой структуре, которая лоббирует Гомосятину, узаконенное самоубийство, то есть эвтаназию и санитарный фашизм. Лоббист этой структуры по фамилии Мурашко давяще был в Думе. И никто, кроме вице-спикера Толстого, не высказал ему в лицо никакого осуждения. А между тем, эта самая ВОЗ уже нанимает подрядчиков, чтобы сляпать некий софт для всех 194 стран, по которым можно будет проверять с помощью QR-кодов иммунный статус новых рабов. И Россия пока не собирается выходить из этого концлагеря. Но если с Гомосятина еще как-то началось движение, то с остальными пунктами швабовской повесточки наша власть еще точно не разобралась. Так вчера Путин сходил к Грефу на его тусовку по искусственному интеллекту. И опять мы слышали знакомые штампы, зачитанные президентом по бумажке, про необходимость внедрения этого самого искусственного интеллекта везде, где только можно и нельзя. Неужели в окружении Путина до сих пор нет ни одного здравого человека, который объяснил бы ему, что все вот эти модные фишки типа искусственного интеллекта, биотехнологий, это такие же пункты швабовской повесточки, как и насаждение садомии. Между тем, наша элита четко ловит сигналы. И уже вчера комитет Хенштейна, того самого Хенштейна, которого пытаются назначить героем антисадомского закона, рекомендовал принять в первом чтении опаснейший законопроект о ЕБС, единой биометрической системе. То есть о построении глобального электронного концлагеря, который лишит людей, отказавшихся от этого концлагеря, возможности пользоваться транспортом, магазинами, даже попадать в собственное жилище. Мы, конечно, будем бороться на наших ресурсах. Мы разместим образцы заявлений и в Думу, и в Совет Безопасности, и в силовые структуры. Надо продолжать вразумлять нашу элиту, застрявшую в своих швабовских бреднях. К сожалению, то же самое, вот такое вот двоемыслие мы наблюдаем и в военно-политической сфере. Так генерал Армагеддон Суровикин выключил Украину, обесточив, кстати, не только Украину, но и Молдавию, обесточив и лишив света большинство областных центров. По данным Минобороны, вот эти вот последние удары сделали невозможным переброску крупных воинских соединений в СССР. И это, конечно же, хорошо. Но, с другой стороны, в эти же дни мы читаем совершенно противоположные новости. О новых договорняках и сделках. Так некто Мазепин сходил к Путину и заключил новый договорняк, на этот раз не по поводу зерна, а по поводу аммиака. А нам бы, в свою очередь, хотелось бы знать, что этот Мазепин сделал для России, для ее армии, для жителей приграничных территорий, для беженцев. Сколько бригад он одел, обул, обеспечил квадрокоптерами, бронежилетами, хотя бы лопатами. Или опять бизнес ради бизнеса. То же самое и в политической сфере. Путин съездил в Армению на заседание ОДКБ, а ракету «Сармат» запустили в Сирию. Все замечательно. Но беда в том, что ОДКБ давно уже стало мертвой структурой. Большинство членов уже давно присягнули турецкому султану, вступив в Тюркский совет и обсуждая за кулисами переговоров создание единой партии, халифата. А сам султан тем временем поставляет украинским вооруженным формированием дальнобойные РСЗУ, которые уже бьют по российским позициям. Представляется, что вот эта непоследовательность или двоемыслие, если использовать термины классиков, происходит из-за самого принципа формирования нашей элитки, которая формировалась исключительно из материальных, а конкретно денежных целей, из соображений зарабатывания прибыли, а также по принципу личной преданности. Сейчас эти подходы не работают. Но эти люди, большинство из них, просто не способны понять, что бывают другие цели и другие смыслы, не зависящие от денег. И наши враги, в том числе и турецкий султан, и та же Украина, и ее политическое руководство, руководствуются совсем другими императивами. Результат такой зацикленности на деньгах и на каких-то чужих отвлеченных интересах мы видим на той же Украине, которая за последнее десятилетие дошла до такого состояния, что возвращается в дохристианское языческое состояние. Не случайно одной из главных новостей последних дней стала попытка Зеленского и Компании запретить русскую православную церковь. То есть тот институт, который во многом создал русский народ, его малороссийскую часть в частности. Кстати, символично, что внесение соответствующего проекта закона в Верховную Раду совпало с обесточиванием Украины в результате российских ударов. Украина и в прямом, и в переносном смысле погружается во тьму. И вот в такой ситуации нужно понимать, что чтобы найти дорогу к свету, нужно перестать заигрывать с тьмой. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok